Творческое объединение университет представляет Интересные факты, важные новости, неожиданные открытия и люди. Здравствуйте! В эфире еженедельная студенческая программа «Альма-Матер». Новгородский государственный университет. События за неделю. Телеверсия. Великий Новгород посетили ведущие эксперты фонда «Сколково». Они оценивали инновационные проекты по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Помимо этого проводили и образовательные сессии. Подробности смотрите в материале Виктора Михайлова. Open Innovation Startup Tour впервые прошел в 2011 году. И вот теперь он добрался до Великого Новгорода. За два дня команды разработчиков смогут представить свои проекты и получить компетентное мнение от членов жюри. Около 200 проектов и более 1000 участников. Множество образовательных программ и тренингов. И все это региональные этапы Startup Tour. На него съехали студенты, школьники из Новгородской, Ленинградской, Псковской и Ярославских областей. Все участники обучались правильно презентовать свои проекты. Для этого была создана специальная менторская сессия, на которой обсуждались различные темы. От видеорекламы на автомобилях до открытия частных детских садов в новых районах города. 343 ребенка от нуля до другого лета стоят в очереди. 726 детей, 784 ребенка в возрасте от 8 месяцев до 7 лет стоят тоже в очереди. Родители не могут выйти на работу. Это нет, тут пополнение в бюджет. Это проблема и родителей, и государства. После образовательных программ команда разработчиков презентовали свои работы ведущим специалистам фонда «Сколково». Проект Павла Кузнецова посвящен обработке больших пассивных площадей при помощи лазера, который крепится к беспилотному летательному аппарату. Суть проекта заключается в том, что мы к БПЛА крепим специальный блок, в котором формируется кадровая развертка лазерного излучения, то есть прямоугольник, и им облучаем растения. Тем самым стимулируем их рост и в дальнейшем сохранность урожая или их плодов. Данный метод абсолютно безвреден, так как лазерное облучение заменяет собой традиционное ультрафиолетовое. С этой разработкой Павел получил приглашение на стартап «Виллэдж», где соберутся победители со всех регионов нашей страны. А абсолютным победителем среди стартапов стал Станислав Муравьев с разработкой модульного бионического протеза. Помимо приглашения он получил 300 тысяч рублей на развитие своего проекта. Один из способов сделать разговор нескучным – сказать что-нибудь не то. Но на встрече с ведущим телепрограммы «Умницы и умники» неудобных вопросов не было. Низь разговора не терялась, а интересна была всем. Что интересовало студентов и на что обратил внимание Юрий Вяземский, расскажет Ольга Чернышева. Мы зажигаем огонь гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», приветствуя вас и наших новых участников, которые прибыли из разных городов России. Белгород, Писк, Волгоград, Самара, Санкт-Петербург, Североморск, Сочи, Север. Пообщаться с известным научным деятелем, телеведущим и ярким представителем современной российской интеллигенции Юрия Вяземский пришли школьники, студенты и преподаватели НОВГУ. Тема встречи – проблема самореализации. По мнению гостя, прежде чем делать какой-то выбор, нужно разобраться в самом себе. Какие бы качества вы последовали разобрать каждому человеку, независимо от его деятельности, или, может быть, какие-то навыки, умения? Лайфхак мы хотим от вас просто. Эрудит и полиглот Юрий Вяземский на протяжении 20 лет является несменным ведущим программы «Умники и умницы». Помимо этого, он заведует кафедрой мировой литературы и культуры факультетом международной журналистики МГИМО. Владеет пятью языками и с энтузиазмом преподает их своим студентам. Но его основная деятельность была и остается направленной на школьников. Адыгея, Волг до Кострома, а теперь и наш город, стали площадками для интеллектуальной игры «Умники и умницы». МГИМО. МГИМО, МГИМО. 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 Очень хорошо. Ну, единственные, скажем так, простые люди на памятнике, ну, кроме именина, это Ломоносов. Значит, возможно, речь о Ломоносове. Конечно. Я предлагаю, что это целичневный объект. Как и 20 лет назад, участники, дошедшие до финала Олимпиады, получают привилегии при поступлении в университет, а 7 победителей ежегодно отправляются учиться в МГИМО. На встрече с Юрием Вяземским в НовГУ, помимо учащихся преподавателей и школьников, присутствовала и выпускница нашего университета. Дарья Персикова в 2011 году вошла в финал конкурса. По ее словам, бывших умников не бывает, а те эмоции, которые испытывает участник во время программы, никогда не забываются. Шквал эмоций, с чем было справиться, не так просто. Но если говорить в общей счетах, это была колоссальная жизненная школа, экзамен. Важно было не то, чтобы ты оказался в таком возрасте перед Новым годом, что уже само по себе сказка на телевидении, познакомься с большим количеством интереснейших препятствий всех концов страны, известными людьми, которые умели учесть судить наш эфир. Как-то расширялся интеллектуальный уровень. Самая большая драгоценность, это, конечно, друзья, с которыми мы до сих пор контактируемся, потому что прошло уже много лет. Общение на равных со знаменитым человеком, который способен поделиться своим опытом, в очередной раз доказывает студентам, что все, чего мы хотим добиться в жизни, реально. А будущее можно увидеть уже сейчас, только зависеть оно будет от того, сколько мы приложим усилий к его воплощению. Напоследок Юрий Вяземский обратился к зрителям нашей телепрограммы. Дорогие друзья, вот мне кажется, что у вас очень хороший вуз, у вас замечательный ректор, у вас очень хорошая перспектива, но только, ну, надо соответствовать. Надо, чтобы вы соответствовали этому замечательному вузу, чтобы вы не подводили ректора, не подводили своих педагогов, ну вот. А как иначе? Вы меня поняли, я надеюсь? Ну, тогда все хорошо. Счастья и здоровья и вам, и вашим близким. Сегодня с помощью 3D-принтера можно вырастить волосы, кровеносные сосуды, произвести предметы мебели и даже человеческую почку. А что создают студенты Новгородского государственного университета, смотрите в нашем материале. Любые креативные идеи можно воплотить в жизнь на кафедре художественной и пластической обработки материалов. На третьем курсе у студентов начинается специальный курс, в рамках которого они могут воплотить свою задумку, изготовив ее при помощи 3D-принтера. Здесь по большей части набор сделаю сам. В магазинах в России, либо в китайских магазинах продаются наборы, как полностью весь принтер, так и в сборе. Собственно, сам процесс 3D-печати представляет собой подачу проволоки пластиковой, которая подается в экструдер. Здесь она расплавляется и намазывается, как паста, на зубную щетку. Этот принтер имеет оптимальные размеры для того, чтобы показывать его на выставках и на днях открытых дверей. Второй экземпляр отличается от предыдущего подачи материала. Печатающая головка вместе с двигателем находится не на корпусе, а в середине аппарата. Это позволяет использовать для печати более пластичные материалы. Также в лаборатории представлен принтер, с помощью которого можно создавать предметы более крупных размеров. Сделан он в сотрудничестве с коллегами Политехнического колледжа. Пока в университете работают только три принтера. В учебном плане они используются для создания прототипов в ювелирном деле, машиностроении и других отраслей. 3D-принтер позволяет создать макеты. Вот пример. Это макета церкви. Это реальная церковь, она находится на торговой стороне, если я не ошибаюсь. Далее. Это примеры ювелирных изделий. Это кулончик для кабошона, это кольцо. Как правило, у нас 3D-печать используется для создания мастер-модели с последующей отливкой. Вот пример Игоревской Богоматери. Вот это мастер-модель подготовлена. Здесь уже в рамках исследования отливка из олова. Помимо разработок для печати, студенты создают 3D-модели различных персонажей. Начинается работа с продумывания истории, затем создаются эскизы. Следующий этап – это подготовка референсов, образцов конечного вида, со всеми деталями и нюансами. Затем начинается моделирование. У нас был рандомный выбор. Мы вытягивали бумажки с качествами прилагательное и существительное. И потом уже свое что-то придумывали из этого. У меня достался нетрезвый пес. У меня была задумка о том, что это какой-то такой пес-путешественник, который скитается по меру, у него жизнь не сложилась, и поэтому как бы и выпить любит, и просто скитается такой, вот, поэтому с походным рюкзаком, там, палаточка. Для своих курсовых работ ученики создают и детализированных персонажей, которые чаще всего используются в компьютерных играх с хорошей графикой. Задумка выносится на макет, на котором видны все этапы создания. Нам также дали какое-то словосочетание из существительного и прилагательного, которого мы должны ориентироваться при разработке эскизов изначально и вообще истории персонажа. В общем, у меня был уродливый дворецкий. Ну, мне нравится стиль стимпанка, и я решила сделать что-то такое механическое. В общем, уторвало ногу когда-то, и он стал работать дворецким, потому что не мог больше воевать. Ирина для своего персонажа сделала несколько вариантов масок, продумала все до мелочей. Как оказалось, у студентов кафедры ХИПОМ творческих идей и немало, и их виртуальные проекты обретают форму. Архив нашей программы и дополнительные новости вы можете найти на сайте Новгородского университета. Также не забывайте посещать нашу группу ВКонтакте, где вы можете предложить интересные темы для сюжетов. Смотрите и не пропустите. Если есть смысл жизни, то какой? Блицопрос студентов. Наука, бизнес и власть. Триады регионального развития. Грация студенческих отрядов. Конкурс таланта и красоты. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. Продолжаем «Альма-Матер». Без еды можно прожить месяц, а без смысла всю жизнь. 20 апреля в календаре отмечен как день поиска смысла жизни. И какой им выясняла наш неугомонный корреспондент Ольга Чернышева. В чем смысл вашей жизни? Не знаю, как ответить на эти вопросы. С чего вы живете? Своих близких, наверное. Каких-то суждений о целях будущих. Мечты. Хочется сказать, что в работе, но это не совсем так. В семье, в хорошем настроении, в хорошей погоде. Да его нету, он не нужен на самом деле. Почему? А зачем ему нужна эта жизнь? Типа, это не предложение, какие-то не слова, зачем ему смысл? Хорошо, закончить. Ну, получить высшее образование, он нормально устроится в этой жизни. Счастье. Складывая деньги, я говорю, что смысл жизни – это учеба. Сомневаюсь вообще, что кто-либо знает, ради чего мы здесь на земле собрались. Оставить после себя что-то, чтобы люди помнили. Я живу сегодняшним днем, а зачем мне думать о завтрашнем? Смысл? Потому что это жизнь, потому что мы не живем. По-настоящему оценить уровень социально-экономического развития региона достаточно сложно. Но эта задача под силу компетентным ученым. Какие проблемы и пути решения обсуждались на международной практической конференции, расскажет Виктор Михайлов. Если земля не стоит на трех китах, то экономика региона держится на бизнесе, науке и власти. Именно о взаимодействии этих трех структур говорили в Институте экономики и управления. По словам исполняющего обязанности директора экономического института, такие заседания помогают развивать и взаимодействовать с экономикой региона. Именно на таких площадках, на дискуссионах, и начинается раскрываться и зарождаться определенные идеи, направления, методы, методики, какие-то форматы нетрадиционные, которые нужно будет реализовать в повседневной нашей жизни. Взять на вооружение, определить свой определенный вектор государственного развития, регионального развития. Вот значимость нашей сегодняшней конференции. На заседании обсуждали взаимоотношения власти и бизнеса, роли науки в консолидации местного сообщества и риски перехода на цифровую экономику. Именно о последнем и говорил заместитель руководителя администрации губернатора Николай Курмышев. По его мнению, внедрение цифровой экономики поможет быстрее развивать различные области в нашем регионе. Без цифровизации, без перехода на эту модель цифровой экономики, наверное, традиционные экономики, традиционные отрасли вообще не могут развиваться. Весь мир показывает уже примеры и переходит к новому уровню, к четвертой технологической революции. И, собственно, сейчас, если говорить о триаде, мы действительно должны работать вместе. Но только цифровыми технологиями невозможно развивать ни регион, ни страну. Это доказывает международный опыт. Так профессор университета Упсала рассказала, что в Швеции подобная триада существует достаточно давно. При этом власть, бизнес и наука взаимодействуют друг с другом постоянно. Например, мы работаем в местном развитии, и тогда очень важно, как власть работать, как работать вместе с властью. И это тоже для предпринимательства, какие условия и какие трудности, как найти понимание и решение, чтобы улучшить ситуацию. Для развития региона нужно, чтобы все три направления работали сообща. Иначе получится, как в басне «Лебедь, рак и щука». Только в нашей реальности не восс останется на месте, а экономика. Красоты не должно быть много. Она должна быть индивидуальной и ненавязчивой. Нашему корреспонденту Дмитрию Беляеву удалось пообщаться с самыми талантливыми девушками российских студенческих отрядов. Ничто так не украшает российские студенческие ряды, как улыбка и трудолюбие обаятельных девушек. В Доме молодежи представительницы прекрасного пола из педагогических медицинских отрядов демонстрировали свои умения в нескольких испытаниях. В первую очередь нужно вступить в ряды студенческих отрядов Новгородской области. Мы всегда их ждем на базе «Дома молодежи» в кабинете 212. Мы позволяем ребятам не только хорошо отдыхать в течение учебного года, но и набираться творческих способностей, актерскому мастерству. А летом мы их трудоустраиваем. Чтобы попасть непосредственно на этот конкурс, в первую очередь нужно пройти через нас, через школу вожаток, школу строителей, школу медиков. Выступление девушек началось с дефиле. Затем участницы показывали свои визитки. В фестиваль продолжили зажигательные выступления от Полины Николаевой. Татьяна Стрельцова исполнила песню с необычным световым номером, а Валентина Корнева появилась в образе мужчины и женщины одновременно. Индийский танец Александры Ершовой завершил первый этап. Зрители тем временем соревновались в конкурсе кричалок. Затем участницы представили свои видео. Ролики на тему «Что было бы, если бы» пришлись по вкусу болельщикам. Однако наибольший восторг вызвало упоминание о главном студенческом блюде. Далее девушки отвечали на вопросы жюри и пытались импровизировать. А в заключение исполнили совместный танцевальный номер. Одна девушка никогда не признает прелесть другой. Но на сегодняшнем конкурсе это не так. Все участницы поддерживают друг друга и делают комплименты. Но только члены жюри решат, кто достоин звания мисс Арсо. В роскошных платьях участницы появились перед публикой, чтобы узнать результаты. Каждой активистке была присвоена своя номинация. Выбрали самую энергичную, креативную и интеллектуальную. По традиции вручался и приз зрительских симпатий. А главной героиней вечера стала Александра Ершова, представляющая студенческий педагогический отряд «Импульс». Каждой участнице конкурса вручили цветы и диплом. Фестиваль по-настоящему сплотил бойцов Великого Новгорода. Ведь для многих активистов студенческий отряд – это не только желание общаться, развиваться и участвовать в интересных мероприятиях. Это немного больше. Студенческий отряд – это. Это активные ребята, славные бойцы и веселая жизнь. Студенческий отряд – это любовь, это импульс, это Саша Ершова, это вся моя семья. Это жизнь. И импульс, и импульс, и импульс. Это моя жизнь. Это нечто большее, чем просто отряды. Ты приходишь сюда и отдаешь себя полностью. Студенческие отряды – это семья. Пока это все, что мы успеваем вам рассказать. В следующем выпуске будут другие интересные события из жизни главного вуза региона. Увидимся с вами ровно через неделю. Смотрите Новгородское областное телевидение. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова